В Биробиджане впервые проходит дальневосточный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Автономии выпала честь принимать юбилейный, уже 25-й по счету соревнований. Местом забегов огнеборцев стал стадион «Дружба». Подробнее Иван Ольховой. Приветствуют по-русски гостеприимно, но с еврейским колоритом. 12 команд из 9 регионов съехались на дальневосточный чемпионат. Рекордные секунды, которые показаны на соревнованиях, дают дополнительный шанс спасти человеческую жизнь в реальной кризисной ситуации. Их повседневные навыки стали спортом. Каждый норматив на время. Бегут эстафету несколько этапов. Преодолевают препятствия, управляются с пожарными рукавами и самое зрелищное – тушат реальное возгорание. Помимо общекомандных мест, лучших определят и в отдельных видах. Соревнуются 360 участников, причем половина – девушки. У нас второй год практикуется, уже введен спорт дополнительно. Это женский вид спорта по пожарно-прикладному. Поэтому отрадно, что команды наполнены именно тем составом, который мы с опаской брали, что не наберем. Слабый пол – это не про них. Способны дать фору мужчинам и даже в свои 10 лет. Цель, конечно, побеждать, но и занимать просто призовые места. Всегда хотелось спасать просто животных, людей с пожара, со всяких ям, ну и других препятствий. Я мечтаю, чтобы мной гордилась семья, команда. Это, наверное, самая заветная мечта. Гости отмечают – материальная база автономии полностью соответствует соревнованиям. В свою очередь, на правах хозяйки сборной области повезло. И стены родные помогают, и башню штурмовали уже не раз. Да, своя башня лучше. Привык удобнее. Сильные соперники очень. Уровень вообще высокий этих соревнований. Я уже шестой год выступаю. Каждый год, как первый год. Всегда волнение, новые лица. Результат лучше, лучше. Ставить рекорды и бороться за лидерство команды будут до конца недели. За это время продемонстрируют мастерство в пяти видах. Сегодняшние старты только открывают четырехдневные соревнования. Впереди участников ожидают полосы препятствий и боевые развертывания. Подведут итоги и наградят победителей в пятницу. А команда, которая станет абсолютным чемпионом, представит округ на всероссийских соревнованиях. Иван Ольховой, Сергей Голубев, Вести, Биробиджан.